Печеночки, так захотелось. Доброе утро всем, во-первых. Так захотелось драников. Здесь у меня 3 картофелины среднего размера. 1 луковица, перец, соль и укропчик. Сейчас я сюда добавлю 1 яйцо и немного муки. Так, я добавила 1 яйцо, буквально 1,5 столовые ложки муки. Сейчас все перемешаю, буду жарить. Так, ну вот первая партия готова у меня. Смотрите, какие они красивые. Значит, я их выложила на полотенце бумажное, чтобы ушел лишний жир. Сейчас сверху еще, наверное, полотенчик вот так вот положу, чтобы они пропитались. Ну и жарится вторая партия. Девчонки из Беларуси, расскажите, какой у вас рецептик. Может быть, есть какие-то стекретные ингредиенты. Белорусские драники же ценятся. Из Украины также, и наши россияночки. Расскажите, девчонки, как вы жарите драники. Я еще хочу сказать, что я всегда кладу лук, потому что лук придает сущность. Я ела у кого-то драники без лука. Это было просто какое-то сухое, сухая какая-то еда. Мне не понравилось. Все, жду от вас в рецепте. Девчонки, у нас такая красота. Почему, сказала девчонки. Ребята тоже. Привет еще разочек всем. Видно вам? У нас снег летит. Сегодня минус 8 всего градусов. Очень красиво. А куда же я иду? Я иду на почту. Смотрите, как. Видно вам снег или нет? Остановлюсь. Я иду на почту. Заодно с очередной посылочкой из Алиэкспресса. Можно было бы, конечно, все посылки собрать и вам показать. Но так же интереснее по одной распаковывать. Вот сейчас одну заберу, останется еще одна и все. В этой посылочке будет, я надеюсь, интересная вещичка. Девчонки, будем мерить сегодня. Девчонки, посмотрите, как у нас вот эта не основная дорога, да, дорожка пешеходная, вся почищена. Обращаю внимание, потому что, ну, допустим, в том же Томске, там, конечно, не пройти. Там чистятся только главные дороги. А вот такие улочки, проулки, там что-то месиво. Вот. А здесь, в Красноярске, чистится все во дворах. Все чистенько. На каждом шагу, на каждом шагу мусорки. И, вы знаете, я обратила внимание, что иногда я неправильно доношу свою мысль. Когда я говорю, что Красноярск грязный, я-то имею в виду экологию. Посмотрите, как деревья нарядились. Красиво. Я имею в виду экологию. А сам город убирается очень чисто. Вообще, Красноярск, конечно, изменился с тех пор, как я уехала, с тех пор, как я училась в институте. Изменился в лучшую сторону. Появились новые парки, газоны, набережная шикарная. Да, конечно, все это есть. Но экологическая грязь, это, конечно, убивает. Ой, смотрите, рябина. Ягодки висят в снегу. Здорово. Ребята, привет. Я вот тут в тапочках, не смотрите. Ну, вот смотрите, вот такой вот оверсайз не пришел. Ну, хотя, с другой стороны, какой-то оверсайз, это размер L. Что сказать? То, что для них оверсайз, для нас это размер S. Ну, да. То есть, для китайцев оверсайз, конечно, это, наверное, будет L. Никакой это не оверсайз. Мне это пальто... Ну, оно на меня не село, так скажем. Вот это пальто на меня не село. Сейчас я это... Значит, пальто это Zara. По-моему, в Zara, Zara, по-моему, в Zara оно стоило 7 тысяч. Сейчас я скажу, за сколько я его приобрела на Алиэкспресс. Ну, вообще, с верхней одежды, наверное, надо как-то поаккуратнее, да? Хотя, я читаю отзывы, ориентируюсь на размеры. Значит, еще раз покажу. Без шарфика. Сшито хорошо. Ничего не могу сказать. Сшито хорошо. Цвет красивый. Цвет мне очень нравится. У меня, знаете, есть такие джинсики. Мне сын покупал в Минусинске, когда мы были. Я планировала с этими джинсиками их на вот эту курточку носить. Ну, и с синими тоже, конечно. Ну, вот так вот. Капюшончик. Цвет очень хороший. Но не по мне. Я буду продавать это пальто, конечно. Назад я не стала его отсылать. Потому что, ну, сюда-сюда. Девочки, оно мне обошлось в 2800 рублей. Ну, это очень-очень даже смешно, я так скажу сейчас. Девчоночки, я снова здесь. Значит, хорошая тракторная молния. В цвет пальто. Одела она, знаете, такими лентами. Пальто хорошее. Но на меня не село. Вот это на меня не село. Знаете, из-за чего не село? Там, кстати, было два пальто. Одно карманы такие в боковых швах. Но оно было чуть дороже на тысячу. Я вот пожалела, что я его не взяла. Почему? Потому что, почему его не взяла? Потому что девочка, которая делала обзор на эти пальто, она сказала, что оно совсем тонюсенькое. Вот это пальтишко, оно позиционируется как зимнее пальто. Я в отзывах там написала, никакое оно не зимнее. Вот зарочка. Оно очень легчайшее, легкое. И здесь как бы наполнителя побольше, девочка сказала. Поэтому я повелась даже не на цену, а на то, что оно поэто. Но, девочки, оно не зимнее. Оно на межсезонье. Я вот так и планировала на межсезонье носить. Пошив. Ну, вот Элька, я показала же вам, да? Элечка. Пошив фабричный. Магазин этот вроде бы как хороший. Но почему не села, я вот хочу сказать, из-за вот этих накладных карманов. Они как-то высоко сделаны. То есть, на мой рост это не подходит. Ну, как по мне, как я так думаю. То есть, если бы не было вот этих карманов, а были бы вот, как в том пальто, в боковых швах, смотрелось бы лучше. Вот. Ну, 2,800, это как бы вообще ни о чем. Я вообще не знаю, где такие цены. При таком качестве. Качество хорошее. Просто на меня это пальто не село. Ну, напишите свое мнение. Девчонки, значит, я вчера еще по рекомендации Люси пошла купила себе рифлемовскую щетку для пяток. Вчера я ее протестировала. Она вот такая изогнутая. Здесь чистить пятки и вторая сторона шлифовать. Могу сказать вам, что я очень-очень ей доволен. Вот прям даже не ожидала, честно скажу. Стоит она 219 рублей. Могу смело вам рекомендовать. Кто еще не пользуется рифлемовской вот этой вот щеткой для пяток, могу смело рекомендовать. Хорошая щетка. Так, что еще, ребята? Значит, я сейчас побежала в ленту. Кое-каких подкупить продуктов. Хочу рыбки купить. Ну, и приду, и вам все расскажу. Девчонки, пошла в ленту. Мне надо там... У меня кофе закончился. Кстати, прикреплю сюда видео. Посмотрим, насколько мне этого кофе хватило. Бабушка смотрит на меня. Посмотрим, насколько мне этого кофе хватило, когда я покупала. Помните? Ездила, у меня есть видео. Слушайте, вчера вот прямо возле нашего дома, покупая мороженое, стояла боком. Подходит симпатичная девушка. Говорит, здравствуйте, Елена. Я ваша зрительница. Как она меня узнала? Я стояла сбоку, рассчитывалась. Но в любом случае, мне было очень-очень приятно, что меня узнают, подходят. Мы маленько поболтали. Елена, привет, если вы меня видите. Вот так что было очень приятно, на самом деле. Все. Покажу теперь, что я там присмотрела. Раздественские цветочки. Так, что у нас покусали? Что у нас там белочка? Смотрите, какой... Кто это? А это белочка. Хватило сказать олень. А нет, это олень, у него жироба. А написано белочка. А, белочка, вон она, в господи. Вот она, белочка. Ну, что, не правильно поставить. А этот олень сколько стоит? Не знаю. Вот такие вот игрушки. О, какой виноград. Это не виноград, конечно, это, я так говорю, виноград. Какой-то виноград. Сделано в виде винограда. Так, а вот и кофеок. Кстати, у меня дети брали кофе какой-то мне. Вот в Старбакс я брала. Ребята, мне не понравилось. Подскажите, у кого какое мнение по поводу Старбакса. Бушида я брала. Вот, видео прикреплю. Неплохой, неплохой. Но мне все-таки хочется... Ой, как же, как же, как же. Сейчас, наверное, позвоню. Уточню, как называется кофе, который они покупали. Забыла я. Но он у меня на том видео был, кстати. Мне сын говорил, что он... Он меня мелькал. О, лаватца. А, нет, это бушида. А лаватца. Килограмм 1539. Лаватцу люблю. А вот это ура, полите. 1798. Дороговато. Что-то как-то дороговато. Позвонила ребенку. Он сказал, что Коста. И вот я вижу Коста только вот в такой упаковке. Здесь килограмм. Слушайте, ну, хорошая цена. 849. По скидочке вообще 1300. Это Великобритания. Это обзерна, девочки. Я все говорю про зерна. Обжарка натуральная. И я, наверное, сейчас его возьму. Килограммчик. Вот смотрите, вот этот мармелад. Это ударница. Он очень вкусный. Кто знает, кто любит. Московская фабрика. Смотрите, он тоже с хорошей скидочкой. Девчонки, кто знает, кто ел вот эту воздушную пологу. Ой, она такая вкусная. Смотрите, она какая высоченная. Она, знаете, такими, как волокнами. Но у нее дешевая. Полгилограмма, да? 438. А, вот, кстати, воздушную можно взять. За 79. Ой, тоже очень вкусная. Так, кому интересно, вот такое печенье у нас продается. Губа гофков. И вот по такой стоимости. Девчонки, смотрите, как у вас, в ваших странах. Орешки. Ну, вот всякая такая неполезная ерунда. Так, тут что? Неполезная, но вкусная ерунда. Вот это для детей. Чекобой. Так, девочки, я без микрофона записываю. Ну, смысл. Ветра нет. Поэтому, думаю, может быть нормально здесь. Ну, вот. Вот так. Овсяное, кстати, можно взять. Овсяное чувство на печенье у нас. Девчонки, кто еще не пробовал вот это вот печенье бельвитто утреннее. Сейчас она у нас по скидочке 78. Очень-очень вкусная. Попробуйте, кто не пробует. Вот эти вкусняшки. Посмотрите, какие ценнички сейчас у нас. 49. Ну, посмотрите, сравните, что у вас. У кого ребятишки особенно есть. Вы наверняка покупаете. Кстати, у меня червячки я брала. Они очень вкусные. Кислые змейки. Вот эти. Чай, гринфильд, кто любит. Вот такой ценник. Смотрите, какой кекс творожный. 199. Вообще, хлебов у нас очень много. Вон там он полно хлеба разного. Смотрите, какая красотища. Пироги. Это цена за 100 грамм, девочки. Какая красотища. Медовик. И это очень-очень вкусно, конечно. О, посмотрите, что я не делаю. Какие пироги. Матеря Божья. Вот такие рукоделецы. А вот эта же цена за сколько? 299. 265-700 грамм. Ой, слушайте. Вот такой пирожок. 190 рублей всего. А вот такой 412. В принципе, нормально. Это салатики тоже. Посмотрите, какое здесь белье. На любой вкус. На самом деле, ребята, здесь проверка качества идет в линьке. Очень серьезная. Поэтому отравиться тут невозможно. Ну, посмотрите, какая красота. Прелесть. А да, рыбка под шубой, чем стоять, кормить, да, взял, купил. Сейчас только вот предложение, что смысла нет терять время. Ну, красота же. Сейчас с вами пойдем посмотрим рыбку еще. Вот горячая, пожалуйста. Ну, кто на работе, да? Тяжело жирки не варят. Смотрите. Все на свежайшее. Володец. Конечно, мы пересочетаем готовить сами. Но надо переставлять, чтобы линька освобождает свое время. Это форель. Слушайте, Ижич недорогой, да? Как мы любим девочки. И вкусненькая штука, так, ты вкусненькая, а там, где-то вот. Типа. Ну, ложитесь на уши. Ну, и вклад, это вытягивает. Я считаю, что наоборот карты не лучше. Девочки, ну, на любой вкус. Мне кажется, на любую. Какий-то рыбный кип. Балычок. 119 рублей, 100 грамм. Ну, и там, по-моему, всего. Все это рыбки. И просто я могу посоветовать вам, как правильно сделаю. Так, ребята, пришла из магазина. Словила себя на мысли, что уже не снимаю в магазине, а хожу за покупками. Вот смотрите, я купила вот такой пакет Клементин. Мандарины нужны обязательно, вы знаете, да, в Новый год? Значит, стоят они килограмм 149,89. На 249 рублей я купила вот эти мандаринчики Клементины. Выбирала самые оранжевые. Дальше я купила конфеты. В Польске, по-моему. Да, Польша. Конфеты из бренди. Я как-то давно не встречала конфеты с алкоголем. И мне очень хотелось. Я взяла вот эту коробочку последнюю. Значит, она стоит 180 грамм. 179 рублей по скидке. Но не помню сколько там, 280 что ли она. Значит, купила я вот эти мармеладки. Я люблю лимонные дольки. Там есть еще апельсиновые дольки. Я люблю именно лимонные дольки. Это ударница Москва. Вдруг кто-то не брал никогда эти. Вот этот мармелад, видите, с натуральным соком. Я вам рекомендую. Обожаю. Так, дальше я купила овсяное печенье. Вот это с кофеечком. Злаковые сортины. Ну, это полезно. Что-то, по-моему, без пальмового масла. Видите? Тут, по-моему, 49 рублей что ли стоит. Не помню. Дальше я купила... Так, сейчас я... Так, ну ладно, давайте кофе. Значит, я взяла вот этот кофе, который мне сын рекомендовал. И который я у них пила. Мне понравился кофе Коста. Значит, 100% арабика. И это Великобритания. Где показать вам? Поверьте на слово, это Великобритания. Тут килограмм. Значит, взяла вот такой вот черный виноград. Это Молдова. Именно черный. Это я его оставлю до Нового года. Значит, рассказываю вам... Ну, я уже не жгу бумажки с желанием и не бросаю шампанское. Это исключение было прошлый Новый год. Я ездила к сватам. У нас там была целая компания. Родственники, дети, внуки. И у них свой дом большой. Ну, и там, естественно, я жгла бумажку. А вообще уже несколько лет мы едим, справляем, встречаем Новый год по-испански. Значит, вы видели раньше у меня, я купила шампанское, испанское кава. И в Испании принято, когда начинается бой курантов, вы должны съедать по одной виноградинке. И одна виноградинка будет символизировать одно желание. Однажды я чуть не подавилась, представляете? Ну, потому что было очень много желаний, а нужно же успеть, пока бьют часы. Вот. И потом вот эту веточку, с которой вы едите, ну, желание по виноградинке, вот эту веточку нужно будет... Это вы загадываете про себя, загадываете, пока вы в курантах. Потом эту веточку подвешиваете на самую верхнюю точку. Я подвешивала на гардину за штору, не видно было. И... Я тут кипит. И вот эта веточка, она должна висеть целый год. И к концу следующего года вы ее снимаете, и там у вас уже получается ее, на самом деле. Вот. И сейчас покажу вам вот эту рыбку. Открою ее, прям вам ее покажу, расскажу про нее. Так. Вот это я вам уже показывала, я брала. Это семга. Не лосось, а семга. Потому что я там писала под тем видео, что это лосось, чего-то я взяла. Значит, семга в этом, в соевом соусе. Очень вкусно, я очень это люблю. Это я взяла сейчас по лакомиции, еще до нового года. 227 рублей это стоит. Так. И вот этот кусочек семги. 1600 за килограмм. У меня вот этот кусочек на 812 рублей. Посмотрите, какой красавец. Больше, чем на полкилограмма. Посмотрите. Это тоже семга. И знаете, пока мы стояли в очереди за рыбкой в этот отдел, то мне женщина рассказала рецепт вот с этой рыбкой. Она нарезает его кусочками, ну, рыбку кусочками. Потом пассирует лучок. Потом туда же бросает стручковую фасоль зеленую. Все это остужает и добавляет кукурузу. Это получается, ну, я представляю, что это очень вкусно. И это получается очень красочно, да. Желтый, красный рыбка и зеленая стручковая фасоль. И нет вот этой мишанины. Девочки, я уже мишаню, но вообще уже не стараюсь не делать. Типа как оливье. Я вообще оливье не делаю много лет. Я его не люблю, честно говоря. Ну, вот и все. Буду заканчивать. Всем пока-пока-пока. Пока-пока.